...которые творят не потому, что хочу выразиться, вот я хочу себя заявить, я хочу, а потому что я чувствую долг какой-то, какой-то внутренний долг, я как-то священно к этому отношусь, я исполняю что-то такое, какое-то обязательство. Вот упадок чувства ответственности, на самом деле перед Богом, ну и пусть некоторые Бога так не называют, ну какая-то высшая сила, ну какой-то высший долг, ну что-то высшее над тобой должно быть выше тебя. Упадок этой ответственности, вот причина главная, сегодня позволяет себе просто клоуничать, балаганничать, писать что угодно, строить там, понимаете, или Берия, это родственник Николая Второго, и дальше начинается там роман строиться, или Чапаев, это мистика. Чапаев может даже не говорить, это же понятно. Понятно, Чапаев это мистика, ну зачем это, это можно так сколько угодно наплести. Упадок от того, что общедушевный упадок, духовный упадок у человечества, от этого упадок. И потом... Вы это связываете с прогрессом, да? С прогрессом, с прогрессом, да. В первую очередь. С цивилизацией. И одновременно, вот что, когда создавались вот те великие вещи, вот мы с вами о музыке говорили, когда они создавались, они ведь создавались всегда для немногих знатоков. Он, Моцарт играет при дворе от герцога, и знает, что там будет два-три настоящих знатока. И вот они, как оценят. И он тянется к этому, не давал себе упасть. Да, вот для них, чтобы они похвалили. А сейчас нужно так, чтобы миллионам нравилось. Но миллионов еще вкус не развит. Среди них разные есть. Для миллионов начинает снижаться уровень. На самом деле, моя мысль такая, что на самом деле массовость культуры не обязательно требует снижения уровня. И доказательство этого фольклор. Фольклор – это высокого уровня искусства. И он был массовым. Но это все же разное. Все же фольклор – это не профессиональное искусство. Ну, как не профессиональное. А не профессиональное все же. Но оно в пределах тогдашней возможности это было профессионально. Один только и занимался тем, что играл и песни пел. А другой в свободное время. А остальные слушали. Нет, он и пел песни, но потом, но днем он работал. А вечером он пел песни. Лучше остальных. Ну и что же. Он каждый раз это делал неповторимое. Это не отрицает профессиональности. Искусство, мне кажется, простите, но искусство в фольклоре, на мой взгляд, это искусство импровизации. В том глубоком качестве. Вы знаете, если бы это было... И в фольклоре, простите, как мне кажется, и в фольклоре еще вот что важно. Что все же человек в условиях фольклора творит тогда, когда для него это органично, его душа не может не петь, он поет. Так это и сейчас, и творец искусства тоже так делает. Но все же в профессиональной области, это больше не редко у кого. Импровизация, да, но почему же миллионы это восприняли? Если это импровизация... Потому что они тоже импровизируют. Нет. В определенных границах они импровизируют. Но они приняли эту импровизацию. Да. И развивают ее. И развивают ее. Значит, она становится уже массовым искусством. А уровень ее, ну, я не знаю. Так надо судить о произведении в пределах его уровня. Я читаю русскую песню. Я слушаю русскую песню. Она совершенствована. Какое мне дело, что Бытковина симфония большее совершенствована? Ну, может быть. Но я сейчас ни Быткова не говорю. Я в пределах этой песни говорю. Она совершенствована. Ну, что делать? Не, ну, при этом эта же песня звучит в Орловской области так, в Вологодской по-другому. В Нижегородской совершенно по-другому. В Новгородской по-другому. Достигнут, с одной стороны, высокий уровень, с другой стороны, массовость. И в искусстве. Сейчас, сегодня, пусть нет, одну минуточку. А в сегодняшнем искусстве, ну, не в индивидуальности дело. Я доказываю, что сегодняшнее искусство, хотя оно индивидуально, профессионально, может быть достигнут высокий уровень и массового доступности. Может быть достигнута. Нельзя считать, что мы закланны на то, что должны обязательно давать низкий массовый ширпотреб. Не обречены к этому. Вот так, я вот и к этому осенью привожу. Не обречены. Баклёр живой, это живое, это очень, это очень что-то такое необыкновенно живое что-то. Потому что только таким образом, только в этих условиях, на мой взгляд, все русские песни могли даже до нашего времени, потому что они, они, каждый раз менялись, они как-то подваживали по себе. Вот, Александр Николаевич, дожили до нашего времени, а сейчас их убивают. А сейчас им нет, нет ходу. Никуда они не тянутся. Так вот, как сказать, раньше, вот еще в мою молодость, на каждом концерте пели народные песни. Сейчас никогда. Сейчас вот Орфей, слава Богу, передает, я слушаю его, передает народные песни. Если это появилось, я уверен в этом, это никуда, никуда не пропадет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok